Участники исполняли патриотические произведения о Великой Отечественной войне и шлягеры. Одна мечта на всех – выступать на большой сцене. Например, для Светланы – это часть ее жизни. Любительница вокального искусства тронула сердца судьи лирической песней. В первую очередь я опиралась на свои внутренние какие-то чувства, то есть, как я чувствую эту песню. Я выбрала «Ах, эти тучи» в голубом, то есть, она такая лиричная, где-то легкая, то есть, я ее чувствовала. Без музыки никуда, никто никогда не обходился. Музыка – это наше самовыражение. Победа в борьбе голосов отборочного тура досталась Наталье Дилан. Оперный и классический стиль исполнения, обворожительный сценический образ и обаяние, несомненно, покорило жюри конкурса и зрителей. Если честно, очень переживала, не ожидала, что будет такой результат. Так как я патриот своей страны, я считаю, что хотя бы один раз и хотя бы на одном конкурсе я должна была участвовать, представить свой город. Я хочу представить свой город с достоинством. Конкурс «Голоса Приднестровья-2015» приурочен к 25-летию Республики и 70-летию Великой Победы. Проводится с целью развития эстрадного искусства и выявления талантливых исполнителей. Судьи отметили достойный уровень вокального мастерства бендерской молодежи. Дилан Наталья поразила своим профессионализмом. Чувствуется, что есть школа, образование. Что хотелось бы сказать. Конечно, все участницы достойно сегодня выступили, поборолись за свое место. Все были в своем образе, каждая по-своему. Очень оригинальные костюмы, платья, все было продумано. Всего два счастливчика будут представлять свой город в финальном отборе, который состоится 3 мая в Террасполе.